Добрый день, дорогие зрители и читатели портала «Научная Россия». Сегодня мы говорим о психолингвистике и главных ее направлениях. С нами Евгений Федорович Тарасов, профессор кафедры лингвистики и межкультурных коммуникаций Российского Нового Университета, заведующий отделом психолингвистики Института языкознания Российской Академии Наук, доктор филологических наук. Евгений Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Что сегодня описывает термин психолингвистика? Психолингвистика — это стыковая дисциплина, которая возникла на стыке психологии и лингвистики. Многие проблемы лингвистика решить не в состоянии. Поэтому потребовалось сотрудничество с психологией, которое изучает в процессах говорения этапы, ненаблюдаемые сторонним слушателям. То есть лингвистическая наука — это наука описательная, она описывает только то, что слышат лингвисты. Но речь состоит не только из звучащей речи, но есть еще и этапы психологической подготовки, которые ей лингвистика никак не учитывают. Поэтому возникла необходимость сотрудничества этих двух дисциплин. И в 1953 году в Соединенных Штатах состоялся летняя школа, где собрались лингвисты и психологи, интересующиеся языком. И они провели школу и издали потом книгу. Значит, считается годом возникновения психолингвистики — это 1953 год, когда возникла так называемая первая школа психолингвистики — школа Чарльза Осгуда. Но она просуществовала недолго, потому что в качестве психологического фрагмента она имела теорию, которая называлась «абихеверизм», теория, которая не пользовалась поддержкой у психологов. Эта теория была уже на излете, поэтому школа просуществовала всего до 1957 года. В 1957 году была опубликована рецензия Хомского на книгу «Скиннер и речевое поведение», которая считается концом вот этой школы Осгуда. И возникла новая школа — школа Миллера Хомского — Чарльза Миллера и Ноэма Хомского. Годом возникновения считается вот 1957 год, когда Хомский опубликовал свою рецензию на книгу «Скиннера», просуществовала эта психолингвистика примерно до 80-х годов. Почему до 80-х? Значит, психолингвистика изучает четыре проблемы, всего четыре. Производство речи, как люди говорят. Восприятие речи, как люди понимают чужую речь. Речевое общение — это взаимодействие при помощи речи, когда люди сотрудничают друг с другом. Ну и еще есть одна проблема, которая называется антогенез языка — это детская речь. То есть психолингвисты обращаются к анализу детской речи, чтобы понять, как происходит становление во времени речевой способности. И человеческая способность — это способность понимать и воспринимать, производить и воспринимать речь. Ну вот она ни психолингвистика Озгуда, ни психолингвистика Миллера Хомского не смогла дать удовлетворительное решение вот этих четырех задач. Хомский, значит, у него была, так называемая, генеративная теория описания языка. Генеративная теория описания языка — это когда вначале берется ядерная структура, то есть самая мельчайшая синтаксическая структура в языке, и путем прибавления к ней еще одного элемента производится следующая структура. К этой структуре еще путем прибавления одного элемента прибавляется другая структура — так называемый генеративный способ построения синтаксических конструкций. Ну, генеративный способ был известен давно, просто Хомский привенил его к лингвистике. Но начались психологи, которые выделили гипотезу о том, что, возможно, человек тоже строит свою речь вот исходя из этой генеративной грамматики. То есть если я хочу сказать, к примеру, я пишу письмо, то согласно этой гипотезе я сперва образую. Я пишу, а потом пишу письмо. Если мне нужно это, то я здесь останавливаюсь. Если я пишу письмо домой, то тогда я произвожу опять структуру. Я пишу, я пишу письмо и пишу письмо домой. Ну вот была такая гипотеза, и нужно было её проверить. Вот они её проверяли 20 лет. Провели примерно около 300 тысяч экспериментов. Всегда находились противники, которые, если сторонники генеративистской психолингвистики предлагали какой-то эксперимент, противники ставили контрэксперимент и опровергали. Ну вот так вот они качались туда-сюда примерно до 20-го, до 80-х годов, примерно около 20-ти лет. А потом решили, что генеративистская теория производства восприятия речи не оправдывается, она не подтверждается, то есть доказать её не удалось. И поэтому психолингвистика Миллера Холмского умерла примерно в 80-х годах. И тогда, значит, наступил период, когда каждый... Значит, если здесь была единая теория, теория генеративизма, генеративная, все проверяли эту генеративную теорию. Холмский, который раздавал, как мне говорили американцы, эти гранты, раздавал гранты только тем, кто проверял его теорию. Ну вот, поэтому проверяльщиков было очень много. Ну вот, а потом решили, что каждый после 80-х годов, значит, каждый руководствуется, выбирает свою теорию, уже не ориентируясь на Холмского, и проверяет её в эксперименте. Существует ещё и третья психолингвистическая школа, которая называется «Теория речевой деятельности». Это отечественная психолингвистика. Возникла она в 1966 году, был первый семинар собран, существует она до сих пор. Единственная школа, чем мы гордимся, которая дала удовлетворительные ответы на все четыре вопроса, на все четыре проблемы. Ну, в первую очередь, заслуга, конечно, здесь не лингвиста, а психолога, потому что была выбрана адекватная психологическая теория, теория деятельности, общепсихологическая теория деятельности Алексея Николаевича Леонтьева, которая исповедует так называемые «Деятельностно-объяснительный принцип». То есть любая активность человека рассматривается по так называемой «субъект-объектной структуре». То есть в любой деятельности есть субъект, есть действие и есть объект. Вот эту схему можно использовать для анализа как деятельности, так и для анализа речи и речевого общения. Вот сейчас я говорю, произвожу речевые высказывания. С какой целью? Я хочу, чтобы мои слушатели разделили мои мысли, то есть я воздействую на них. Схема, видите, работает. Ну вот и эта психолингвистическая школа «Теория речевой деятельности» предложила модель восприятия речи, производства речи, предложила теорию речевого общения, которые в достаточной степени адекватны, чтобы использовать их в экспериментах. То есть она позволяет строить гипотезы, которые можно проверить в эксперименте. Среди отечественных психолингвистов, отечественных лингвистов, конечно, которых можно назвать предтечами психолингвистики, это, конечно, в первую очередь Потебня, ученик Гумбольта, человек, который исповедовал его взгляды. Значит, Потебня, который в значительной степени, ну, скажем, продвинул понимание процессов, прежде всего, мышления, речевого мышления, процессов говорения. Кроме того, сюда же нужно отнести Бадуэн и де Куртене. Иван Александрович Бадуэн де Куртене, советско-польский исследователь, вот, ну, и Щерба, Лев Владимирович Щерба, это непосредственный, непосредственный предтеча, непосредственный предтеча отечественной психолингвистики. Мы считаем, значит, мы исповедуем в психологическом фрагменте теорию, теорию деятельности Алексея Николаевича Леонтьева, а в лингвистическом фрагменте доктрину Щербы, Льва Владимировича Щерба, который использовал по своей инициативе, независимо от психолингвистики, так как он сделал раньше, чем возникла отечественная психолингвистика, так называемый деятельностный подход. Деятельностный подход, который был сформирован немецкой классической философией, ну, и был воспринят, ну, в частности, значит, отечественной психологией Алексея Николаевича Леонтьева, и в лингвистике Щерба. Вот они могут считаться предтечами, предтечами психолингвистики, то есть те люди, которые создали, ну, некоторые запасы знаний, которые уже удалось реализовать, собственно, в рамках школы теории речевой деятельности, во главе которой стоял, нужно назвать имя, Алексей Алексеевич Леонтьев, сын Алексея Николаевича, Алексей Алексеевич Леонтьев, лингвист по образованию, ну, с хорошей психологической подготовкой, потому что отец был рядом. Вот он организовал, прежде всего, значит, он отреферировал работы зарубежные, проделал колоссальную работу в почти единственном числе, один издал несколько книг, где отреферировал американские работы, показав их, ну, положительные, отрицательные стороны, и обосновал собственную теорию, теорию речевой деятельности, то есть применив вот этот субъектно-объектную схему к речи. А на Западе эта теория отечественная пользуется популярностью? Особой популярностью она не пользуется, потому что она противоречит всем постулатам трансформационной психолингвистики Миллера Хомского и Озгуда. Ну, известны, конечно, работы, есть, были переводы специально, значит, есть психологи, которые интересуются российской психологией, российской психологией. Значит, теория деятельности и культурно-исторический подход Выгодского в психологии считается завтрашним днем психологии, завтрашним днем. Поэтому, значит, в значительной степени когнитивисты когнитивной психологии, они не готовы для усвоения теории деятельности. Теория деятельности Алексея Николаевича пользуется популярностью, ну, в той степени, в какой она переводится, потому что русский язык никто не читает, то есть никто не владеет. Владеют, конечно, люди есть специально, которые интересуются нашей психологией, владеют русским языком. А так, если, значит, есть переводы, то знают. Из отечественных, скажем, психолингвистов наиболее известен Александр Романович Лурия. Александр Романович Лурия. Почему? Потому что он переводил американских психологов на русский язык. Естественно, они переводили его. Поэтому он, хотя психолог первого ряда, но не единственный, а известен почти исключительно, ну, я, конечно, утрирую исключительно, в значительной степени шире, чем все остальные, потому что вот существовал такой обмен. Вы упомянули, что школа самая первая зародилась в 50-х годах, но есть еще другая точка зрения, что, на самом деле, отголоски психолингвистики можно найти даже в веке XVIII. В какой точке зрения придерживаетесь вы? Да, да, да. Мы разделяем это мнение, что есть предтечи психолингвистики, я их назвал, но можно назвать не только, скажем, потемню из отечественных лингвистов. в первую очередь, конечно, нужно назвать Гумбольта. Гумбольта, который предложил считать язык процессом. То есть язык существует реально в процессе производства и восприятия речи. Язык существует как процесс. Язык существует как процесс. Ну, вот этот деятельностный подход он использовал. Почему? Да, потому что рядом были создатели теории деятельности. Немцы же, тот же самый Фихте, его современник. Поэтому Гумбольт, ну, не потому что ему было легко, а потому что, ну, гениальный человек. Его последователи, последователи, я их назвал Потемню, Бадоино де Кортене, ну, в основном Потемня, конечно, в значительной степени, работал под влиянием идей Гумбольта. Бадоино де Кортене был более самостоятельен. Вот. Поэтому, конечно, не на пустом месте. Такого не бывает. Не на пустом месте она родилась, были предшественниками, и существует даже такое понятие предыстория психолингвистики. Есть книги за рубежом, у нас, где пишут о предыстории психолингвистики. Конечно, существует много разных мнений, в том числе в интернете, в различной литературе, о связи мыслей, нашего мышления и речи человека. Какие сегодня наиболее популярные теории присутствуют в научном сообществе и какие приняты? Значит, для того, чтобы я что-то сказал, я должен образовать мысль. Речь – это моя мысль, облеченная в форму, понятную для других. Значит, моя мысль доступна мне только в интроспекции, в заглядывании вовнутрь. Это моя мысль, хотя она и в этой форме имеет много общего с мыслями других людей. Мы носители одной культуры, с вами, к примеру, носители русской культуры. Ваше сознание заполнено образами предметов вашей культуры. Предметами вашей культуры. Вот вы, к примеру, не знаете, как яранга обустроена и не знаете, как обустроена монгольская юрта. Нет, вы их не видели. Но вы знаете, допустим, как выглядит изба в русской деревне. Это культурный предмет. Значит, ваше сознание заполнено образами культурных предметов вашей культуры. Это предварительное условие для общения с нами. Мы должны с вами общаться, опираясь на одинаковые образы. Я могу высказать мысль по поводу того, что я наблюдаю. Тогда, значит, речь наша может быть связана непосредственно с процессами наблюдения, с процессами познания. Если я смотрю на этот стол, то я вижу этот стол, и он существует у меня в виде образа. То есть в моем сознании существует не реальный стол, а образ этого стола. Но, к счастью, он соответствует образ в значительной степени этому предмету, поэтому я трогаю этот стол, ориентируясь на свой образ, но не ошибаюсь. Таким образом, мое сознание – это мое индивидуальное сознание, которое на самом-то деле не очень индивидуально, потому что оно культурно обусловлено. У нас с вами одинаковая культура, и поэтому в нашем сознании много общего. Но, если я наблюдаю какой-то объект реальной действительности, я формирую его в результате восприятия, которое состоит из двух процессов. Я воздействую на этот предмет взглядом, руками, а предмет воздействует на мои рецепторы. Ну, прежде всего, на органы зрения, осязания, обоняния. Вот, и формируется пока сенсорный образ, который потом переходит в перцептивный. Я его, если я вижу какой-то предмет, то я его пытаюсь сравнить с тем, что я видел до этого. Если он что-то незнакомое для меня, то я могу понять его, сравнивая только с тем, что находится в моем сознании. А в моем сознании находится то, что я видел раньше. Если у меня нет перцептивных эталонов, то есть не с чем его сравнить, то я могу и не опознать его. Я буду думать, что это камень, а на самом-то деле это какое-то животное. К примеру. Так, значит, я наблюдаю реальную действительность. Она существует для меня в образах моего сознания. Я понимаю какую-то реальную ситуацию при помощи образов моего сознания. Но если я хочу поделиться с вами своим восприятием, то я должен мои знания индивидуальные одеть в знания, которые общие для нас с вами. То есть рассказать так, чтобы вы поняли. А это знания, которые связаны с языком. Значит, язык — это не сознание, а это Алексей Николаевич Леонтьев, это его мысль. А это то, при помощи чего существует мое сознание во внешней форме. Некий инструмент. Некий инструмент. Совершенно верно. Ну вот мы его называем языковое сознание. Метафора, конечно. Метафора — это не сознание, а общественное сознание. Это то сознание, которое объединяет всех людей, которые говорят на данном языке. Но поэт сказал, мысль изреченная — есть ложь. Это о чем говорит? Он породил какую-то мысль при помощи своих индивидуальных образов, а потом хочет донести ее и чувствует, что ему слов не хватает, что он сказал это совсем не то, что он подумал. Поэтому всегда существует разрыв между мыслями и способами их выражения. Мыслями и способами их выражения. А кроме того, когда я говорю, то я не передаю никаких мыслей, никакой информации. Я только произвожу тела языковых знаков, то есть звуки. Я сказал, а вы ничего не поняли. Почему? Звуки-то вы слышали, но они вам никаких знаний не несут. Почему? Потому что знания находятся заранее уже в моем сознании. Если я должен опознать эти звуки, то приписать к ним знания я могу только вытащив из собственной головы условно. Поэтому если я слышу чужую речь, то я воспринимаю ее при помощи знания языка, общей, которая у нас есть. Я потом перевожу на мои образы, на образы моего сознания. Ну как понимает меня другой человек? Я-то говорю только звуки, как мы сейчас убедились с вами. Я произношу только звуки, правда, организованные в некую грамматическую цепочку. А вы при помощи своих знаний, которые ассоциированы с отдельными словами и ориентируясь на грамматическое оформление речевой цепи, строите содержание моего высказывания. Скажите, пожалуйста, если меня слушает несколько человек, в том числе ребенок 10-летний, меня поймут одинаково? Вряд ли. Вряд ли. Тем более, если у взрослых мы можем затрудняться, но у ребенка мы скажем однозначно, что он поймет меня не так. Почему? Он будет опираться только на собственные знания. Поэтому, когда я говорю, я просто задаю программу слушающему для того, чтобы он сформировал содержание моей речи. Он формирует содержание моей речи. На основе собственного опыта. На основе собственного опыта своих знаний. Значит, он полагает, что если он сформировал содержание моей речи, то, вероятно, я хотел высказать такую мысль, которая сейчас открылась ему. А по факту это могут быть совершенно иные мысли. Совершенно иные мысли. Совершенно верно. Но конструируете содержание моей речи – это вы, как слушатели. Сейчас мы с вами описали два процесса – производство и восприятие речи, которые непосредственно связаны друг с другом, в устной форме протекают одновременно. И залог того, что мы понимаем друг друга – это наше сознание. Если есть общность нашего сознания, то мы понимаем друг друга, скажем, адекватно. Если общность нарушена или ее не существует, то получается менее адекватно. А как же быть в межкультурной коммуникации, когда люди из разных стран общаются между собой, особенно если мы говорим о каких-то важных глобальных вещах политического масштаба? Ну, а как же люди все-таки сотрудничают? Это носители разных культур. Ну, они выясняют тогда, если им нужно осуществлять какую-то совместную деятельность, то они ориентируют друг друга при помощи речи, но и при помощи действий. Если нужна какая-то совместная деятельность, а она не получается, то они тренируются, как вот космонавты. Для того, чтобы у них не было сбоев, они много раз тренируются на Земле. То есть достигают общения не только при помощи знаков, но и при помощи предметов. Орудия труда, предметов, на которые оказывают они воздействие, при помощи жажданных средств. То есть язык – это не единственный знак, не единственное средство взаимопонимания. То есть мы не можем поставить знак равенства между мышлением и языком. Язык в данном случае – это инструмент. Язык в данном случае – это способ для того, чтобы эксплицировать во внешней форме представить результаты мышления. Интересно узнать про то, как меняется наша речь и наше мышление под влиянием цифровых технологий. Есть ли исследования в этом направлении? Да, есть достаточно много исследований, но диапазон очень большой. Я остановлюсь только на двух фрагментах этих знаний. Но прежде всего, если вы знакомы с интернетом, то видите огромное количество людей, которые перестали писать правильно. Перестали писать правильно, потому что лишились социального контроля. Ну вот, значит, один аспект. Кроме того, значит, усложняются. Значит, усложняются действия, которые мы там производим. А речь подчиняется этим действиям. Она всегда находится под влиянием нашего общения. Вот. Есть, ну скажем, великолепная сторона, я ее так называю, которая возникла под влиянием того, что у нас появилось такое средство. Это так называемый гипертекст. Гипертекст – это текст, который, значит, если я читаю какой-то актуальный текст, вот я его читаю, но я каким-то образом учитываю, что были еще какие-то до этого тексты, которые я знаю. Ну, какие тексты? Ну, какие-то я читал, что-то подходит, что-то сюда, что-то не подходит. То есть любой текст, который я читаю, находится в окружении текстов, которые я до этого знал. Вот. А здесь возможность вот этого электронных связей, возможность ссылок создают уникальные возможности соединить один текст с любым другим текстом, который, с моей точки зрения, необходим для понимания вот этого конкретного текста. Мы делаем эксперименты, но пытаемся делать эксперименты для гипертекстов в бумажной форме. В бумажной форме. Значит, мы различаем актуальный текст, который я сейчас читаю, и претекст, который мне дали для того, чтобы я предварительно прочитал этот текст. И посттекст. Это тот текст, который дают мне для того, чтобы я воспринял этого текста для лучшего понимания. Вот я сейчас вам говорю уже некоторое время. Вы меня понимаете? А вот, чтобы выяснить, что у вас осталось, нужно побудить вас сделать реферат, сочинение, пересказ, что-то активное. То есть вернуть то, что ваше содержание, которое вы усвоили, вернуть его в новой знаковой форме. То есть в виде рисунков, в виде текста, все чего угодно. Значит, вот это проблема гипертекста. Гипертекст бумажной формы и гипертекст, который обладает необъятными качествами. То есть я могу путем ссылок заставить человека понимать какой-то текст, который я хочу, чтобы он понял так, как я хочу. Я даю ему гиперссылки и отсылаю его конкретным текстом. И он будет понимать текст, как мне необходимо. Вы упомянули, что одна из проблем и задач психолингвистики – это онтогенез речи, языка. Так как развивается мышление в детском возрасте? Есть ли какие-то временные рамки? И когда ребенок уже начинает осознанно использовать речь, язык? Ребенок, рожденный в какую-то культуру, для того чтобы стать личностью, должен освоить эту культуру. С какого возраста нужно начинать освоить эту культуру? Ну, с нулевого. Хорошо, что ребенок рождается с некоторыми врожденными задатками. Значит, младенца не нужно обучать сосать материнскую грудь. Слава Богу, это у него он делает рефлекторно. Многие вещи он делает рефлекторно. Но для того, чтобы освоить свою культуру, он должен обучаться. То есть он должен овладевать предметами культуры. Но сам он овладеть предметами культуры не в состоянии. Между ним, между культурой и предметами культуры ребенком должен быть воспитатель. Ребенок познает культуру при помощи взрослого. Теория Выгодского, культурно-историческая теория, в основе ее лежит вот этот принцип взаимодействия ребенка со взрослым. Ни одна другая теория пока не имеет такого принципа. Причем, значит, ребенок обучается взрослым, и действия, которые совершаются взрослым, ребенком осознаются. И строится его сознание. То есть сознание строится из образов действий, которые ребенок осуществляет со взрослым. Что такое заброшенный ребенок? Это ребёнок, которого не очень обучали, или бросили обучать, или недостаточно обучили. Вот, значит, ребёнок взаимодействует со взрослым ещё до того, как заговорит. Заговорит он в 12-18 месяце в норме. Полтора года ребёнок владеет 30-40 словами. В два года, кажется, у него уже тысячу слов. Или в три года, боюсь ошибиться. Но уже в позднем дошкольном возрасте, перед школой, у него 7-8 тысяч слов. 7-8 тысяч слов. Это уже почти готовый человек. А потом темп усвоения новых слов замедляется. Значит, вот этот сенситивный период – это период наибольшего количества усвоения слов. Тогда расскажите о том, к чему сегодня стремится психолингвистика, на какие вопросы она стремится дать ответы. Если иметь в виду отечественную психолингвистику, то формируется модель производства речи. Модель производства речи. Значит, формируется эта модель, но можно считать её сформированной. Хотя, конечно, она будет совершенствоваться раньше. Заслуга здесь в основном принадлежит Татьяне Васильевне Охутиной, которая работает с патологией. То есть с нарушениями. Нарушения мозговой деятельности, которые обречут за собой нарушения в речи пациентов. Ну вот на основе этого патологического подхода сформирована достаточно адекватная модель производства речи. Заслуга в основном Охутиной и её учеников. Есть модель восприятия речи. Восприятие речи, смыслового восприятия речи. Модель Ирины Алексеевны Зимней. Ирина Алексеевна Зимняя создала модель вполне адекватную. Сейчас мы занимаемся так называемым языковым сознанием. Мы пытаемся установить связь между неязыковым сознанием, между этими образами, и языковым сознанием. И языковым сознанием, которое на самом деле сознанием не является, а только инструментом для внешнения сознания, как мы с вами договорились. Ну вот лингвисты, которые изучают только речь, то, что они слышат, сформировали достаточно обширные и достаточно глубокие представления о том, что мы делаем с речью во внешней форме, но им, к сожалению, недоступны объяснительные модели, почему мы делаем так, а не иначе. Почему? Потому что для этого нужно учитывать психологические аспекты. А психологические аспекты изучения речи во внешней форме и во внутренней форме доступны только психолингвистики. Только психолингвистики. Вот лингвисты, естественно, соперничают с психолингвистикой. Ну вот мы делаем ассоциативные словари, которые фиксируют сознание говорящих, живущих сейчас. Ассоциативные словари составляются в процессе так называемых ассоциативных экспериментов. То есть берутся список слов, 100 слов обычно, и просят, дают испытуемым. Читайте слово, и после каждого пишите слово, которое первым придёт вам в голову. Которое первым придёт вам в голову. Ну вот, если мы берём 500 человек, то мы фиксируем все связи, которые есть у носителей данного языка. 500 человек охватывают все связи. То есть если есть ассоциативное поле, состоящее из 180 слов, которые дали 500 человек, то из них первое слово употребляется 70 раз часто, второе – 30, ну и так далее. То есть мы фиксируем сознание, языковое сознание, живущих сейчас носителей языка. Языковое сознание, живущих сейчас носителей языка, ни одна другая наука, ни один другой эксперимент не позволяет этого сделать. Если я сейчас вам дам слово в качестве стимула и попрошу ответить первым словом, которое придёт вам в голову. Да. Женщина. Мужчина. Отлично. Самый частый ответ. Самый частый ответ. Не случайно. Мужчина и женщина в жизни существуют рядом. У русских дальше идёт. Красивая. Мать. Англичан. Нет, не красивый, не матери. Но мужчина есть, но занимает 80%. У русских 12. Частота 12. А там 80%. Но красивая и ребёнок нету. Значит, вот что это? Это просто вот в данном случае слепок сознания англичан, сознания русских, сознания немцев. У немцев тоже около 80% западная культура. А, скажем, у латышей, у русских 12-13%. То есть, некий инструмент, который позволяет анализировать сознание. Базовые ценности. Значит, ценности – это слова, которые обозначают цели, которые общество санкционирует. Значит, я вам сейчас зачитаю. Бедность. Антиценность. Бездуховность. Антиценность. Безопасность. Ценность. Беззаконие. Антиценность. Вера. Вероятно, ценность. Взяточничество. Антиценность. Антиценность. Ну вот. Мы фиксируем в том же самом ассоциативном эксперименте, в том же самом ассоциативном эксперименте, как описывается, или при помощи каких слов описывается ценность, или что является, допустим, ценность для носителей русской культуры. Это не для русских, а для носителей русской культуры. Проблемы эти, производства восприятия речи, антогенеза языка, речевого общения, они вечные. Вечные. Значит, нужно все время формировать у всех каждого следующего поколения навыки речевого общения. Зачем? Для того, чтобы они просто смогли жить. Если они не будут уметь общаться, то они не смогут жить. Значит, нужно обучать. Каждое новое поколение нужно обучать языку общению, совместной деятельности. Иначе они просто не выживут. А так как поколения все время подрастают, то деятельность – это бесконечно. Если она прекратится, прекратится культура. Если прекратится культура, не будет существовать общество. Не будет существовать общество, не будет существовать и отдельных людей, которые не могут выжить в одиночку. Они должны жить в обществе. Продолжение следует...